Доброе утро, братья и сестры, это Санкт-Петербург. Вот о чем я размышлял. Патей 11 глава. Здесь мы все знаем эту историю, как народ начал строить Вавилонскую башню. И вы знаете, давайте посмотрим 4 стих. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде рассеемся по лицу всей земли. Если мы посмотрим 9 главу, то мы понимаем, что это сразу время после потопа. Люди начали размножаться, и Господь им говорит 9 глава, 1 стих. Там Господь сказал, чтобы они размножались и наполняли землю. Была такая заповедь новая. И вот их задача, их воля Божия наполнять землю. Но интересно, что здесь сказано, что они хотели сделать себе имя и построить башню до небес. То есть вот грех этих людей заключался вообще, вот эта история говорит о том, грех этих людей заключался в какой-то неповерной гордости. То, что эти люди хотели быть или стать независимыми от Бога. Плюс они еще противоречили воле Божией, вот, потому что он им сказал рассеяться по всему лицу земли. А если мы посмотрим другие переводы, там сказано, мы создадим себе имя и построим башню, чтобы не рассеяться. То есть они вообще не хотели исполнять волю Божию и наполнять землю. Вот. Интересно, о чем я подумал. Что ведь воля Божия для них наполнять землю. Но они решили что-то сделать свое. Вот человек часто тяготеет, мне кажется, и христиане тоже. Ну, каким-то независимым действием, независимым вещам. Любой человек, мне кажется, стремится и хочет быть независимым. Это внутренняя греховная вещь. Она как бы живет, что ли, в человеке. И вы знаете, ну, одно дело, когда этого хочет мирской человек, а другое дело, когда этого хочет верующий человек, и о какой независимости я говорю. Да, хорошо быть независимым от людей, от людского мнения. Есть какие-то вещи, которые нас контролируют. Не Божие, это да. Но когда Господь говорит тебе о воле своей, а ты все-таки противоречишь, вот, ты все-таки упираешься, это, я думаю, очень плохо. Вот. Интересно, что вы знаете, что, наверное, многие верующие, многие христиане, вот Господь могут знать волю Божию, или слышали когда-то от Бога призыв, призвание, слово о своем предназначении. Но двинулись в каком-то другом направлении. Давайте посмотрим, сколько башен мы сегодня построили, которые противоречат воле Божией, Слову Божьему. Вот. У них воля была распространяться по лицу земли. Но они построили себе, хотели построить себе башню и имя, чтобы быть независимыми от Бога. Вот. Что мы сегодня построили такого в своей жизни, что вот эту независимость развивает. А может быть, мы уже построили очень много башен, и уже не можем с ними справляться. Может быть, нам стоит попросить Бога, как вот в 8 и 9 стихе, там сказано, что Господь рассеял все-таки их по всему лицу земли и смешал языки, чтобы они не понимали друг друга, чтобы все-таки его воля, она исполнилась. Может быть, нам сегодня нужно попросить самого Господа, чтобы Он помог нам исправить наши пути, поломать башни, которые нам не нужны, которые уводят нас от Него и от воли Его. Будьте благословены, друзья. Аминь.